И раз, два, раз, два, раз Если ты не вновь, будь душой, безвечий Обрати на себя внимание Если ты не вновь, отлично учи Твоя сила в надежных знаниях Есть все на свете И про север, и краю Сколько звезд на небе светит И в краях, и солнца прут Если ты не вновь, все узнать, торопись Не в основе трудной задачи Если ты не вновь, не грусти, улыбни И в надежды не могут иначе Два, три, раз, два, раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Похвальник лесу закончила школу Шашкова Алена. Награждаем также Алену книгой за отличную учебу и родителей. Кригория Владиславовича Ирину Владимировну и бабушку. Награждаем похвальник, не похвальник, а благодарственным письмом. Спасибо! За отличную учебу, похвальник, листом награждается и книгой Ракела Наташа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Награждается книгой Касатова «Юба». Не только наша участница самодеятельности, но и наш поэт, который очень хорошо пишет стихи. Награждается книгой Касатова «Юба». Тони у сегодня участвует еще также пиет «Гимназиста». Поздравляем тебя, Тони. Желаю тебе успеха. Награждается книгой Ивасенко Артем. Награждается книгой Воронина Лизаевна. Сожелым. Награждается книгой Воронина. Награждается книгой Воронина. Награждается книгой Воронина. Антон у нас не просто отлично учится, но и прекрасно читает стихи и защищает честь школы на наших концертах, даже когда их бывает больной. Спасибо тебе, Антон. Награждается книга «Казах Иван». Награждается книгой «Тумашевич Яна». Яна Заводила. Награждается книгой «Карбов Саша». Награждается книгой «Никита». Награждается книгой «Кирсанова Настя». Награждается «Кирсанова Настя». Кроме этого, хочется мне сегодня вручить еще подарки ребятам, которые очень много трудились в изо-студии. И не просто они трудились, но они представляли на нашей школьной выставке изумительные котелки, из глины, и рисунки хорошие. И для того, чтобы их работа еще была более плодатурная, мы дарили им краски. Краски дарили Корстаковой юбе. Краски дарили Корстаковой юбе. Светлане. И «Кирсанова Настя». Но самый главный у нас художник – это коза Кубаня. Работа и ванна настолько хороши, что их даже представили на областную выставку. Краски дарили Корстаковой юбе. И «Кирсанова Настя». Красками награждается Тумашевич Яна. С радкими призами награждается Московкина Ольга за участие в выставке. Крихо Антон. Солоко Ваня. Солоко Ваня. В участии. Никитин Никита. В участии. В участии. Гордиева Наташа. Их ухо-хо-хо-хо. Ну что ж, ребята, еще раз хочется пожелать вам дальнейших успехов, чтобы у вас был виден рост, чтобы вот так же через 5 лет, которые пройдут тоже очень быстро, мы снова собрались в этом зале и уже на выпускном за год не по основной школе. И чтобы у вас, в ваших первых документах об образовании были только хорошие и отличные успехи. А для этого нужен большой-большой труд. Всего вам доброго, друзья. Очень приятно сказать, что наш третий класс является самыми активными участниками городской программы «Радуга», который руководит капиталин Вячеслав Невастенко. И вот недавно в рамках этой программы проходил конкурс «Человек, живущий рядом». Самыми активными участниками этой программы стали «Радуга», 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 «Радуга». Прекрасная наша школа, и лето, и зима. Много детей веселых, бегут свет за мной. Много учителей хороших, перечислятые души. Много лиц пригожих, вижу я во всюду. Иду я по коридору, там знакомые лица. Слава, феста родится, ученик, ученик. А принимала вас на первый класс ваша первая учительница, Валентина Витальевна Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Валентина Витальевна, учила вас математики, считать, мешать задачи. И мы просим, Валентина Витальевна, сказать нам на пустое место и на него. АПЛОДИСМЕНТЫ Последний школьный звонок. Самый первый в вашей жизни школьный экзамен, который успешно, кстати, сдали. Все позади. Уроки, домашние задания, суток и времен. Это можно все забыть аж на целое лето. Но сегодня вы волнуетесь, мы волнуемся. Не менее нас волнуются и родители ваши. Потому что сегодня вы прощаетесь с начальной школой, с начальными классами. Шутка ли? Целых три года вы вместе все шагали по самым первым, самым трудным ступеням нашей огромной страны знаний. Помогали вам эти родители. И рядом были мы, учителя. Мы учили вас писать, читать, считать. Учили вас дружить, жить по правилам нашего родного школьного дома. И все это получалось у вас неплохо. Результаты показали. Я немножко подсмотрю. Даже сейчас, расставшись с вами год-два назад, мы с Евгенией Серафимовной не устаем интересоваться вашими делами, вашими успехами. Спрашиваем у Галины Николаевны, у Татьяны Федоровны, у Ирины Владимировны о том, как же вы шагаете дальше. И успехи ваши радуют нас. Если сказать по секрету, то мы с Евгенией Серафимовной частенько заглядываем в ваш школьный классный журнал. Об этом мы не говорим, Валерий Николаевны? Я докладываюсь. Но это бывает частенько. Очень хочется, чтобы в дальнейшем, на будущий год, успехи ваши становились еще лучше. Чтобы ваши учителя любили все и гордились вами. А в заключение мне хочется прочитать вам стихотворение Вологодской поэтессы Ольги Фокиной, которая так и называется, в альбом третьеклассника. Слушайтесь, ребята. Очень важные слова. Кончилось первое десятилетие. Самое главное в жизни каждого. В первые десять любая отметина, душу задержившая, самое важное. Десять ступенек, где лежано, ползано, вставано, падано, бегано, прыгано. Жизнь началась в голубом или розовом. И семицветною радугой выгнулась. Глупо, что будто задуматься не о чем. В жизни не только скопалки да мячики. Из мелочей вырастают не мелочи. Милые девочки, славные мальчики. Зорко следите за юными всходами зла и добра. Восхищение и зависти. Будьте красивыми, смелыми, добрыми. Зависть и зло вырывайте без жалости. Все у вас будет. Вершины и промахи, ливни и засухи, громы и молнии. Гладко живя о попавшем неровности вашим товарищам. Помните, помните. Видя беду, поспешите на выручку. Без промедления, без опоздания. Будет без пользы отличная выручка, если в душе вашей нет сострадания. Всего вам самого-самого доброго. Успехов вам. Евгения Серафимова, по поводу, и учьем вас читать, писать. И сейчас вы прекрасно пишите диктанты. Евгения Серафимова, что уже скажет нам в нас последний скрепослов? Ну, я всего год с вами вместе работала, дорогие ребята, дорогие товарищи родители. Но этот год у меня в памяти до сих пор стоит. Помню, как Илюшевятский вдруг заиграл на уроке. Он был как будто бы в детском саду. Помню, как Люба Корсакова заплакала, потому что не получались буквы. А вот у Вани Казак никак не получалось чтение. А Антон Плекот мог заменить меня на уроках чтения и был не худшим учителем, чем я. Вас, первоклассник несмышленных, учила буквы я писать. Старались. Эти буквы выводили и получали первые оценки пять. И вот ваши прописи, в которых вы действительно старались, выводили первые крючочки, первые палочки, первые буквы, первые слова. Мы с Галиной Николаевной сохранили, прятали от вас, чтобы вы их не растащили, чтобы не растормошили. И вот эти прописи я сегодня вам дарю. Первую и вторую прописи. И вот вы сегодня дома вечером с родителями посмотрите, как же это все у вас получалось. Очень порадовали успехи ваших экзаменов. Мы с Валентиной Витальевной от души за вас болели. И когда узнали, такие отличные результаты были поражены многими ребятами. Казалось, что еще у них в запасе есть немало. И наши вот все эти предчувствия с Валентиной Витальевной оправдались. Да, действительно, в журнал мы заглядываем очень частенько. Интересно. Ирина Владимировна, как только к нам приходит, Шашкова, мы постоянно вас спрашиваем. И очень часто даже с Ириной Владимировной вместе ставим вам оценки. Ирина Владимировна, правильно? Мне хочется пожелать вам, чтобы вы и в пятом классе учились так же хорошо, а может быть у кого-то есть еще в запасе силы, значит можно приумножить свои знания. И шагайте так же дружно, таким же большим классом, какой у вас сейчас сохранился с первого класса, дальше до одиннадцатого класса. Всего вам доброго. Валентин Николаевич, я вам передаю кропить. И пожалуйста, раздавайте. Сейчас не будем раздавать, да? А я не знаю. Я раздам тебя и валентин после черепития торжественного. Да, раздам сейчас в прописи, но мы дарим нашим дорогим первым учителям стихотворение. Алёна Шашкова прочитает стихотворение «Я, проживаясь». Я учительница Рита, вот мои ученики, ёжик маленький Никита и гулявый щетки, две бабушки, жуля, ёлка, кошка рыжая морковь. Я ведь с ними не шурчу, я их память учу. Когда дала страну, и пришла я на урок, никого на месте нет. Взорвались у газеты, опрокинули чернику. Людка лапами следил, с нами папина льва, и попрятались со страны, кто за ящик, кто за слугу. Кошка дедушкам болит, не хотят ни капучи, им бы только веселиться. Надо мягко пить, маменьку в школу вызывать, я бы с ними не шурчу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаменитое стихотворение. Иди, Антон, жаль, прости на вибрацию. Ученика шести день. Пришел из школы ученика. И заперещу свой дневник. Где твой дневник? Прости на вибрацию. Пришлось дневник показать. Не удержалась вода вздоха. Увидит напись. Очень плохо. Узнав, что сын такой литяй, отец воскликнул. Шалопай! Чем заслужил ты единицу? Я получил ее за птицу. Естествознание я слав. Назвал я птицей. Бау-ба. За это, мать сказала строго. И единицы слишком много. У нас отметки не шли. Птицу за века Советского Союза. Ну а четвертая за что? Ответил он. За то, что мы с Егоровым и Пахомом назвали зимой насекомым. А пятая, спросила мать, открыв измятую тетрадь. Задачку задали у нас. И я решал ее целый час. А вышло у меня в ответе два землекопа и две трети. Ну а шестая, наконец, спросил я стерженый отец. Учитель задал мне вопрос. Где расположен канин нос? А я не знал, который канин. И указал на свой Иванин. Ты очень скверный ученик, вздохнув, сказала мать. Возьми ужасный свой дневник и отправляйся спать. КОНЕЦ 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 Дорогие дети, если вам на уроках русского и математики играть не разрешали, мы, учителя иностранного языка были до привлекены. Помните, на каждый урок мы приносили целый мешок игрушек. И мы с вами играли. Но я вас запомню совсем другим. Помните, как вы язык свой пихали совсем не туда, куда надо. И я все говорила. Вытащите вату изо рта, а вы не понимали и говорили ее ум. Но я вспоминаю, как задорно все вы играли на уроках английского языка. А теперь вы дошли до того, что об игрушках на уроках и не вспоминаете, а быстро тащите учебник и все читаете. Как незаметно вы выросли. Я сейчас смотрела на вас и думала, какие вы стали большими, умными, благоразумными. И я от имени всех педагогов иностранных языка желаю happy holidays, happy exams, happy wishes, happy life. Do you understand me? Happy holidays, happy wishes, happy months. На. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлане Васильевне, стихотворение. Пожалуйста, Турочка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие гости, к нам на наш пускной бал Пожаловал ученый совет в лице магистрата Поприветствуем! Здравствуйте, дети! Вы нас не забыли, правда, в то время поменьше вы были. Мы вас посвящали тогда в гимназисты, как и тогда ваши взгляды были лучисты. Многому вы научились с тех пор. Будет серьезный у нас разговор. Я главный магист, и со мной моя свита умна и важна. Я слышал экзамен, успешно вы сдали, и очень успешно мы вас поздравляем. Но мы убедиться должны, что пятерки вам поставили, учителя, не зря. И я передаю слово магистру словесности. Совсем недавно, в первый раз, пришли вы в школу, в первый класс. Писать все, правда, не умеют. Портфель несливые, еле-еле. А теперь вы старше стали. И буквами вас удивились едва ли вы научились читать и писать, и по заставу слова разбирать. Знаете вы приставку, предлог, и из чего образуется слог. Знаете многие правила слова. Любите слово, речь и основу. Вот сейчас я и посмотрю. Как вы сумели подружиться со словом? Умеете ли вы определять значение слова, и правильно ли вы его употребляете в речи? Один раз смотрели медиафильмы, А Алеша читал подписи, картинка. И под одной картинкой он прочитал. Тетерева питаются сережками. А Сережа вдруг как обиделся и говорит, лучше бы они питались Алешками. Дети, а вы догадались, почему обиделся Сережа? А кто может объяснить? Ну, Антоша, пожалуйста. У слова есть, бывает, два значения. Вот в случае с диафильмом были Сережа, который наберется. А Сережки, бывает, пальчишки называют. Группу мальчиков по имени Сережки. Все верно, все верно. Мальчик Сережа просто неправильно определил значение слова Сережками. Но я думаю, вы правильно умеете определять значение слов. Ну что ж, давайте проверим. Я буду вам читать слова в единственном числе. А вы будете ставить их во множественном числе. Только отвечать дружно и хоро. Договорились? Договорились. Итак, начали. Дуга? Дуги. Рука? Руки. Мука? Мука. Так, продолжим разговор. Беда? Беда. Еда? Еда. Молодцы. Вы догадались, что слова мука и еда не имеют формы множественного числа. Молодцы. А вот сейчас давайте мы с вами закончим народные пословицы. А для этого вам нужно вспомнить слова Антону. И опять отвечайте, пожалуйста, дружно. Хоро. Договорились? Учение цвет, а не учение знака. Знай больше, а говори меньше. Вещь лучше новая, а друг лучше старая. Вот и сейчас, показали вы дружно, правила знать обязательно нужно. И я желаю вам снова и снова крепко любите русское слово. Спасибо. В руки магистра естественных наук. Я магист, естество, знай-ка. Мои вопросы угадай-ка. Внимание. Жил-было на болоте растереться. Был у него красивое имя. Горзилось оно своим именем. Да ветер как налетел, всего бы название поперепутал. Он заблакал о растенице. Помогите ему вернуть свое настоящее имя. Что же здесь за имя? Перепутал ветерок. Говорите, город, прищите ли? Да, я. Молодцы. Это растение, растение. Это растение. Слушайте, не надо. На планете мы живем не одни, а вместе с нашими добрыми соседями. Винцами, зверями, насекомыми, сначала их хитрые, но придумывал и надавал. Животные различные человеческие качества. И применяют это на право и на лево. Вот теперь вы мне скажете, в каком-то куче говорят. Голодный, как? Голодный. Хитрый, как? Леса. Колючий, как? Лёж. Блевозный, как? Слежа. Здоровый, как? Были. Блевозный, трудится, как? Блевозный. Блевозный. Совершенно не так. Ну что ж, ребята, не буду я вас больше мучать. Как говорят нынче, да? Не сдавали песен к познанию. А я, как магистр. Вот я предоставлю вас вашими людьми. Благотаю вас. И передаю вас в руки магистра Искории. Мы будем сражаться с татаро-монголами, с немецкими рыцарями, брать крепость Измаил, основанный город Санкт-Петербург. Итак, вам несколько вопросов. У какого русского города был злой характер? Ну, город. Как? Как? Когда в военной истории России свинья представляла опасность? Ну, отмечательно. Когда в военной истории России свинья представляла опасность? Конечно. Участники, как и гид, были эти полководцы. Дмитрий Констой, Александр Невский, хором. И новое побоище. Ну, что, как стрелюбно сказали, героум на подрохе отличается. Успехов вам в изучении истории дальше. А я вас передаю в руки магистра иностранных языков. Ну, что, друзья мои, Ирина Владимировна пожелала вам знать русское слово. Я всегда желаю знать иностранные слова. И я сейчас посмотрю, как вы их помните? Да. Помните? Да. У меня сомнений нет. Красный цвет, конечно. Рэ. Молодцы. Облизнувшись, кошка съела. Желток желтый. Желтый. Елух. Очень черный нет джек. Черный по-английски. Желтый. Коричневое платье купила эта прауна. Мы знаем очень точно коричневое. Брауна. Ну, что же, посмотрим еще слова. Мы узнали. Да, узнали мы впервые. Инженер. Инженер. Садись в машину, все исправно. У нас повезет водитель. Правильно. Русский врач, английский доктор. Называем просто. Доктор. Молодцы. Хотя мы сдавали экзамены по русскому. Математики, естествознания. Но я бы сегодня сказала, что и по-английски вы смелы. И могли бы успешно сдать этот экзамен. Happy English. Сейчас мы с вами покажем ребятам на французском языке. Как мы умеем играть на французском языке. Вене здесь, я прошу. Мы сейчас покажем, как мы умеем играть зимой. Как мы играем зимой. И мы? Продолжение следует... Один из самых строгих магистров. Магистр точных навыков. Магистр математики. Сколько пальцев на букву как? Десять. А на десяти? Два. Стоять. Пятьдесят. Тройка лошадей проехала девяносто километров. Сколько проехала километров? Одна лошадь. Девяносто. Найдите, пожалуйста, два в квадрате. Четыре. Три в квадрате? Девять. А у двух в квадрате? Еще квадрат. Четыре. А у двух в квадрате? Четыре. У помножим. А у двух в квадрате? Четыре. Прямо. Ну, у нас прямоугольники есть среди. Среди. Знаете, у нас прямоугольники? Квадрата. Прямоугольники можете указать? Прямоугольники. А квадрате вы тоже можете указать? Поняли? Так, а кто из вас помнит, сколько в году, месяцев по 30 дней? Четыре. 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 А можете вы их назвать? Добрый. Добрый. Друзья мои, я рада видеть вас очень. И похвалить я вас пришла Не разучились ли вы танцевать Сумеете ли ловкость свою показать Я предлагаю вам танцевать Самый прекрасный танец вальс Пожалуйста Сумеете ли вы танцевать 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты Добро пожаловать в Казахстан! 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 ПЕСНЯ 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 День сегодня солнечный ясный, но главное не грустный день. Мы не прощаемся со школой, переходим лишь на новую школу. Мы уже не малыши, мы уже все леднячки, пусть не очень задаются те шахвачки. Сколько нас задумчивых, веселых, смелых и застенчивых, чуть-чуть перед нами трудных дорог. Не бывает легких знаний после. Прощаемся сейчас и уходим в пятницу. До свидания, до свидания, до свидания. Мы спасибо говорим и за все благодарим. До свидания, до свидания, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Мы прощаемся со школой. Мы прощаемся с третьим классом. И наше место занимают нынешние второклассники. Для них мы собираем свой класс. Но второй класс пришел к нам сегодня с подарком. Он дает для детей и для гостей задорный танец «Рока в рот». Молодцы ребята, отдыхайте. В пятый класс вы готовы. А мы сейчас проверим, а готовили ваши родители учиться с вами в пятом классе. Все три года вы учились вместе с ними. Вот сейчас мы проверим, а какие вы имеете знания за начальную школу. Ну что, я магистр истории, я с нее и начну. Это великий русский полководец, генералиссимус. Он очень любил нерехотские калачи. Улица Бегеля, современная. До 1917 года носила ему имя. А недалеко от Нерехты он имел свое имение. Товарищи родители, о каком полководстве идет речь? Слором. Слором. Молодцы. Значит, учили вы. Ну и последний вам вопрос. А какие две войны имеют одинаковое название? Воин. В 19-е и в 45-е и в 45-е годы. Главное. Отмечаем, да. В поиде. А дети в пины, воины 18-го и 41-го и в 41-го, в 48-го годы. Молодцы. Отмечаем и в месяц тоже пять. Я передаю слово магиству словесности. Букты разные писать тонким перышком в тетрадь. И что, не только нашим детям. Здорово. Ну, давайте посмотрим. Так, сейчас. Вот такая структура. В тетрадь. Я нужна вопрос очень-очень простая. Как называются слова? Есть это значение? Молодцы. Вот эти вот, посмотрите, какие дети-то молодцы. Готовы от родителям всегда прийти на культуру. А мы еще. Слушай, может, подсказывай. Ничего. Вот как называют старостепенные члены нашей жизни, которые отвечают на вопрос. Ой, какая, какая, какие. Молодцы. А при леве. Молодцы. Вопрос самый-самый сложный. Тихо. Часть речи. А то ничего не назначает. А то будет указывать на предмет, на признак, на количество. Ну, родители. Смотрим речи. Будем в помощи у детей, простите. Дети, давайте, в форме, четыре. Неразвеление. Ой, родители, родители. Вопросы. Хорошо, как и речи не сказал. Верно. Ну что, спасибо. Я вас передаю, мальчик, друг, других словесных наук, иностранных. Ну, мы тоже, ну, мы тоже, в общем-то, дети поможем. Нельзя в беде никого оставлять. Мы задаем, я задам вам очень легкие людьми вопросы. Но, прежде всего, давайте их восстановить. Теперь, что ты нашим родителям? Мой мать. О, очень хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь, где твоя мама? Где твоя мама? Где моя мама? О, сейчас, посмотрите. Где твоя мама? АПЛОДИСМЕНТЫ Где твоя мама? О, очень хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, Мужева, уверенно идите. Теперь твердо изучайте язык. Дальше будет еще сложнее. Но вы преодолеете эти трудности. Пойдем вместе с мамами и папами в пятый класс. Ими юг и я. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы хотят и есть весы и гель в сто грамм. Как с помощью трех взвешиваний ей отмерить семьсот граммов? Вы хотят и пробку. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ Опять же, по секрету, что даже в нашем стольном альбоме целая страничка отдана нашим поэтам, детям, но... Вот страничка, которая посвящена творчеству Любы Корсаковой. Кир у Любы пишет Папа. И мы попросим сейчас прочистить стихотворение. Пожалуйста. Ну, разрешите мне присоединиться к тем теплым словам, которые были высказаны ранее, и поздравить всех присутствующих с этим радостным событием третьеклассников с окончанием третьего класса, с преодолением первой ступени на пути их в учебе. Ну, а родителей и преподавателей предоставишься счастливой возможности отдохнуть от учебы несколько месяцев летних. И также от имени родителей поблагодарить учителей за все то доброе, которое за это время вы сумели нашим детям передать. Торжественность я не нарушу. Шаг первый, пусть он небольшой. Ваш школа вкладывает душу. Дай Бог вам с чистой жить душой. Пускай всю жизнь, а это вечность, гимназии не рвется нить. Порядочность и человечность, чтоб удалось вам сохранить. Что в вас закладывают детство, пусть прорастает лишь добро. Ведь цель оправдывает средство. Ум не заменишь серебро. И чтоб сейчас не говорили, что все молценится рублем. Учителям, что вас учили, мы отдаем низкий поклон. Всем, кто гимназию стремился впервые в нерехте создать, от лица тех, кто в ней учился, мы говорим вам, так держать. Держите уровень привычный, чтобы всегда с легкой руки не уступали и столичные гимназии выпускники. Еще раз разрешите вас поздравить и пожелать учителям успехов в вашем нелегком труде, ну а учащимся успехов в учебе. Всего с вами. Благодарим вас. Спасибо вам за эти крутые слова. Что наши дети танцуют. А, папа славы. Танцуют. А, папа славы. 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 КОНЕЦ 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 Дорогие друзья, спускайтесь, пожалуйста, в столовую, и для вас тут прекрасная ситуация. Спасибо вам тоже. Дорогие друзья, мы приносим вам большое благодарность за то, что вы за три года сделали для наших детей. Мы видим по ним, какое вы вложили в них. Мы вложили в них все души, все свое умение, все свои силы. Мы видим, что дали для них. Большое вам дали спасибо, вам здоровья, счастья. Мы желаем, чтобы к вам пришли еще более такие талантливые, и всегда у вас были талантливые ученики, чтобы они всегда вас радовали, чтобы всегда вам сопутствовал успех. Всего-всего вам самого доброго, дорогие учителя. Спасибо. Спасибо. Мы, дорогие друзья, закончили третий класс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok